Добрый день! Вы смотрите «Итоги дня». С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 28 сентября? Расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Делегация региона во главе с губернатором Алексеем Русских работает в Китае. Деловому сообществу в Пекине представили инвестиционные и экономические возможности нашего региона. В планах открыт на территории Ульяновской области несколько заводов. Эту неделю ульяновцы работают в Китайской народной республике. Основная цель – увеличение внешнеторгового оборота с КНР. В Пекине инвестиционный и промышленный потенциал презентовали китайским компаниям. В том числе заручились поддержкой президента Китайской торговой палаты по экспорту и импорту машиностроительной и электронной продукции Джана Юйцзина. У нас состоялась встреча с послом России в Китайскую народную республику, Маргуловым Игорем Владимировичем, также с руководителем торгового представительства России в Китае Дахновским Алексеем Витальевичем. Хочу поблагодарить их за организацию нашей поездки. У нас состоялись несколько больших встреч с представителями деловых кругов Китая, на которых приняли участие более 120 китайских компаний. Подписано соглашение по линии сельского хозяйства. Китайские партнеры с октября будут поставлять запчасти для сельхозтехники. В перспективе локализация производства в нашем регионе. С компанией НТМ Групп, к примеру, обсудили перспективы запуска в регионе производства медицинских диагностических комплексов для фельдшерско-акушерских пунктов. У нас есть здесь давний партнер, компания НТВ, которая реализует в Ульяновской области проект медицинского оборудования, то есть кластер производства медицинского оборудования. И мы обсуждали дальнейшие перспективы развития этого кластера. Один из крупных китайских холдингов заинтересовался площадкой особой экономической зоны Ульяновск для размещения предприятий по выпуску грузовых автомобилей, автобусов и дорожно-строительной техники. На территории ПОЭС, как отметили в корпорации развития, действует режим свободной таможенной зоны. Инвестор рассматривает возможность не только крупноузловой сборки, а также строительства современного завода полного цикла. Также обсуждают создание на территории ПОЭС распределительного склада автособчастей для китайских автомобилей. К тому же с 2022 года в регионе функционируют логистические маршруты с КНР в Ульяновск. Контейнерный поезд обеспечивает доставку оборудования, сырья и компонентов, востребованных промышленными предприятиями Ульяновской области и соседних регионов. Напомним, с 2013 года Ульяновская область развивает всестороннее сотрудничество с провинциями верхнего и среднего течения реки Янзы. Имеется договорная база с провинциями Аньхой, Хунань. В стадии согласования находится соглашение сотрудничества с провинцией Сычуань. В нашем регионе продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Одно из его направлений – координация молодежи, которая заинтересована в развитии собственного дела. Применять теоретические знания на практике им помогают успешные бизнесмены. Такое общение – элемент проекта Лига студенческого предпринимательства. К нему подключился ульяновский филиал «Ранхикс». Далее подробнее. Не бояться трудностей, снять розовые очки и уметь рисковать. С этого Виталий Тиньков начал экспертную сессию для студентов ульяновского филиала «Ранхикса». Опираясь на собственный опыт, основатель компании по дезинсекции мотивирует и направляет потенциал молодежи, которая только задумывается о развитии собственного дела в нужное русло. На этом этапе важно точно представить картину будущего бизнеса. А, как показывает практика, из тысячи идей до финиша доходит только 30. Вот сегодня уже на мероприятии, которые мы начали, мы уже выяснили, что человек уже начал свое дело, является самозанятой. Она уже обращалась, но у нее не удалось получить меру поддержки. Вот, соответственно, она зацепила, вот, контакты мы обменялись. И теперь мы ее будем вести, вот, там, к мерам поддержки, которые оказываются регионом. И, соответственно, вообще будем сами консультировать, помогать, чем можем. Возможность получить обратную связь с владельцами бизнеса открылась благодаря проекту Лига студенческого предпринимательства. Его программа строится на основных элементах направления, среди которых менеджмент, проработка идей, инвестиции. Разговор строится не на сухих тезисах из учебников, а на практическом опыте экспертов. Правильное составление бизнес-плана, сроки подачи документов. Вот сейчас ребята задают такие вопросы. Именно конкретно уже внедрение проекта в жизнь, да, с какими препятствиями, с какими провалами они сталкиваются. То есть мы это рассказать не можем. Это могут рассказать реально действующие предприниматели. Говорить о провалах важно. Это отмечает большинство предпринимателей области. А потому на профильных сессиях отдельное внимание уделено возможным рискам. Фестиваль у правдивых историй посвящен объемный блок в проекте. Это позволяет студентам видеть картину целиком. Бизнес – это не про моментальный успех, а про кропотливый труд и смекалку. Любой проект предпринимательский, я тоже предприниматель все-таки с определенным опытом, нужно начинать с самого плохого. Вот когда ты планируешь самого плохого, тогда ты обречен более-менее хотя бы на незавышенные ожидания и выйдешь с гордо поднятой головой даже из неудачного проекта, а к этому нужно быть готовым. Ульяновская область впервые включилась в лигу студенческого предпринимательства. Участники проекта работают в командах, разрабатывают бизнес-план, который в последующем представят Совету жюри. Авторы лучшей идеи получат специальный приз от регионального центра «Мой бизнес». Экспертные сессии организованы благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Александра Никитина и Олег Тончин, Уллправда ТВ. В Ульяновской области сотрудники госавтоинспекции регулярно проверяют общественный транспорт. Ответственность водителей и техническое состояние автомобиля за этим необходимо следить, ведь тяжесть последствий при ДТП с участием автобусов несоизмеримо выше сравнений с другими категориями транспортных средств. По итогам 8 месяцев этого года на территории региона зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей автобусов, в которых 36 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет. В областном центре зарегистрировано 80% таких автоаварий, в результате которых 26 человек получили ранения. В городах и населенных пунктах области зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых 10 человек получили ранения. Автоинспекторы пресекают нарушение правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта. Стражи порядка обращают внимание на исправность автобусов, в частности запасного выхода. У водителя на руках должны быть документы, путевые листы, необходимые для участия в дорожном движении. Также сотрудники госавтоинспекции проверяют автобусы и маршрутки на предмет несогласованных изменений в конструкцию автомобиля. Ульяновским детям с ограниченными возможностями здоровья провели мастер-класс по спортивным играм. Вести активный здоровый образ жизни людям с инвалидностью особенно важно. К спорту ребят приобщили именитые ульяновские спортсмены. Подробности в нашем материале. Чтобы выиграть многократную победительницу российских и европейских соревнований Светлану Волкову, понадобится сразу несколько человек. Потягаться силой с ульяновскими чемпионами смогли ребята из реабилитационных центров города. На мастер-классы по спортивным играм они пришли с большим удовольствием и энтузиазмом. Наша задача показать то, что границ нет абсолютно ни для кого, и чтобы участников движения стало как можно больше, и они поняли, что они нужны нашему обществу, что они могут тоже чему-то научить другому, научить своим умениям, научить других ребят. Мастер-классы ведут спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Своим примером они показывают, что нет ничего невозможного. Спорт открывает новые горизонты и позволяет покорять, казалось бы, неопредолимые вершины. Для инвалидов занятие спортом – это дополнительный стимул, потому что по работе может еще где-то не получиться, а спорт – это уже какое-то продвижение в жизни в целом. Вот это также, естественно, общение. Если на соревнования едете, это уже поездки в другие города, тоже интересно, конечно, соревноваться. И когда ты побеждаешь, ты сам для себя как-то более уверенно чувствуешь. Можно сказать, признание других людей тоже как влияет. Никита Розов на мастер-классы пришел, чтобы познакомиться со своим тезком-призером паралимпийских игр в Токио Никитой Катукова. Также юный спортсмен познакомился и с игрой на точность бочи, но в мечтах у мальчика – заниматься боксом. А чем тебе нравится бокс? Не знаю, просто нравится. Там удары, комбинации всякие. Почему вообще важен для нас спорт? Чтобы было здоровье хорошее и жить долго. Подобные мероприятия развивают силу, выносливость, моторику и боевой дух. Такие мастер-классы проходят благодаря всероссийскому специальному проекту «Спорт без границ». Группа «Зов памяти» в очередной раз отправляется с гуманитарной миссией. Третий выезд за сентябрь. За ленточку повезут автомобили, одежду и провиант. Волонтеры группы «Зов памяти» ведут активную деятельность. Организовано 8 площадок для плетения маскировочных сетей, 8 пунктов сбора гуманитарной помощи на территории Ульяновского района и города Ульяновска. О том, как активисты организации помогают военным, расскажет наш корреспондент. Жители Ульяновской области регулярно отправляют гуманитарные грузы нашим военным. И в этот раз активисты группы «Зов памяти» собрали транш со всем необходимым. В центре рабочего поселка Ишеевка собрались местные волонтеры, которые подготовили посылку. Два оаза-буханка, техника, гостиницы, инструменты. Перед тем, как формировать груз, волонтеры связались с командованием подразделения и узнали о потребностях. Генераторы, бензопилы, инструменты, строительные материалы, продукты питания, именные посылки, спальные мешки. Ну, много чего там по запросам бойцов, которые мы получили от них. Гуманитарка отправится в 15-ю, 31-ю и 91-ю бригады. Уазы перед отправкой доработали. Куплены они были за небольшую сумму, после чего местные умельцы поработали над машинами. Группа «Зов памяти» с начала спецоперации активно помогает бойцам. Подобные выезды стали доброй традицией. То есть данная поездка для нас уже 18-я. За меньше, чем за год это 18-я поездка. Всегда все делано совместным и сильным. 1300 активистов состоит в организации «Зов памяти». Это жители Ульяновска, районов области и наши земляки, проживающие в других регионах. Одни помогают деньгами, другие плетут маскировочные сети и сушат супы. Участник СВО Валентин Наумов знает неполнослышки, насколько важна помощь тыловиков. Также необходимо увековечить память тех, кто, защищая Родину, погиб на поле боя. В Ишеевке расширяют мемориал, посвященный бойцам разных подразделений. Вот у нас с вами за спиной сейчас находится, сейчас первый, сейчас у нас на подходе после Росгвардии и воздушно-десантных войск пограничники. И то есть это не просто общность, да, это и общевосковая общность. Это все мы вместе, никто никого не разделяет, никто не уходит в сторону, все едины. Гуманитарный груз собрали возле памятника погибшим в локальных войнах. По традиции неравнодушные люди возложили цветы к монументу и продолжили подготовку к отправке. В ближайшее время гуманитарка приедет в Луганск. Виктория Черкова, Марат Мехдеев, Улправда ТВ. В Ульяновский крывеческий музей привезли выставку, посвященную Волжской Булгарии. Более 550 экспонатов расскажут посетителям о быте, охоте, ремесленничестве, денежном обращении. Разглядывать археологические находки отправилась Светлана Карпухина. Медные монеты, китайские сосуды, наперстки – все эти предметы – символы давно прошедшей эпохи. Когда-то эти вещи принадлежали жителям великих Болгар. Сегодня это ценные экспонаты. У Луганск из фонда Болгарского государственного музея-заповедника приехало более 550 исторических ценностей. Расскажем о самых интересных. Оказывается, что в Средневековье на берегах Волги, казалось бы, это было от нас очень давно, существовал водопровод. Водопровод, который подавал воду в основном в общественной бане по глиняным керамическим трубам. Но была также и система отоплений. Именно по дымогарным, то есть керамическим, вот таким же глиняным трубам, но только другого диаметра, несколько других масштабов, обогревались, в частности, общественные бани города Болгара. Но не только керамические трубы рассказывают о быте государства Среднего Поволжья, но и другие экспонаты. Шахматные фигуры, игральные кости, литые кружки-миски, кованые удилы, костяные наконечники стрел и медные кувшины. Средневековые подлинники показывают, насколько развито было болгарское государство. Во все времена женщины стремились подчеркивать и приумножать свою красоту. Кованые фигурные замочки, стеклянные бусы и перстни, браслеты, подвески, амулеты поражают своим разнообразием. Но есть и еще более интересные экспонаты. Например, на этой выставке можно увидеть зеркала, которые выглядят очень необычно для современного человека. То есть средневековые зеркала, их изготавливают не из стекла, а из оловянистой бронзы. Вот здесь мы видим фрагменты как раз бронзовых зеркал, характерных для эпохи Средневековья. Насколько знаем, что стеклянные зеркала появились гораздо позже, уже в эпоху позднего Средневековья, то есть не ранее, 16-18 веков, а до этого, начиная с античных времен, зеркала, вот с которыми здесь видим фрагменты зеркал, выглядели именно таким образом. Узнать о жизни в средневековых болгарах можно в Ульяновском областном краеведческом музее имени Гончарова. Выставка продлится до 20 ноября. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Уллправда.ТВ. 29 сентября в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем составит 19 градусов тепла. Ветер северный до 9 метров в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 20, 3.00, а также на нашем сайте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok